На провозглашение приговора в Дом правосудия житель Пинска Константин Байсаров пришел в сопровождении самых близких, не учитывая завсегдатая судебных процессов, и с вещами. В ожидании приговора было заметно, надежда на оправдание или условный срок теплилась, но, увы. Установлено, что указанное лицо 27 февраля 2022 года переслало видеофайл, на котором зафиксирован полет военного самолета неустановленным лицам в телеграм-боты деструктивных каналов в глобальной компьютерной сети интернет, информационная продукция которых в установленном порядке признана экстремистскими материалами для ознакомления неограниченному кругу лиц. Санкция инкримируемой статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Обвиняемый раскаялся в содеянном, объяснил необдуманностью. Приговором Брестского областного суда от 1 июля 2022 года, постановленным в соответствии с позицией государственного обвинителя, обвиняемого по части 1 статьи 361 со значком 4 Уголовного кодекса, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Лишиться родного человека даже на непродолжительный срок всегда тяжело. Молодая жена растеряна и в шоке. На предложение пообщаться поступил ожидаемый ответ. Впрочем, и другие не были настроены на разговор, правда выразили это в более грубой форме. В такие моменты становится очевидным, что поступок обвиняемого вряд ли был необдуманным. И звездочки зачетные хотел получить именно он от своих единомышленников на деструктивных каналах. Ведь фотографировать военные объекты, тем более выкладывать его фото в сеть с комментариями, недопустимо. И как уже стало понятно, обвиняемому и его родным наказуемо. Мне нечем сказать. И тем более нам интересно мнение всех сторон. Мне нечем сказать. То есть вы считаете, ни за что судили? Конечно. Как всегда. Любой скажет. Мы попытались спросить даже не у любого, а у того, кто регулярно посещает судебные процессы, где обвиняемые приверженцы оппозиционных взглядов. С его стороны, эта акция, принципиальность, сбор информации или морально-психологическая поддержка, можно только догадываться. Так или иначе, он не обронил ни слова. Вам нечего сказать? После упорного молчания завсегдатай от души улыбнулся. А вот в другом конце фойе по-прежнему было не до улыбок. И плакать их заставил не прокурор или судья, а родной человек, склонный совершать необдуманные поступки. Продолжение следует...